Стивен Бодьен. Медитация для чайников. Медитация для чайников. Начало путешествия в мир медитации. Не приходится сомневаться в том, что вы выбрали эту книгу, потому что хотите получить от жизни чего-то большего. Больше душевного спокойствия, больше энергии, больше благополучия, больше смысла, больше счастья, больше радости. Вам наверняка приходилось немало слышать о медитации и вас интересовало, как она может повлиять на вашу жизнь. Возвращаясь к нашей метафоре путешествия в мир медитации, можно сказать, что занимаясь медитацией, вы перемещаетесь из состояния, в котором находитесь в данный момент, в состоянии, в котором хотели бы оказаться. Не будучи чужд романтики и тяги к приключениям, я рассматриваю овладение искусством медитации как восхождение на вершину. Вам приходилось видеть фотоснимки гор. Находясь у подножия горы, вы видите её вершину лишь в те короткие минуты, когда она не закрыта облаками. Но единственный способ достичь вершины – это двигаться упорно и настойчиво, шаг за шагом, преодолевая или обходя препятствия, встречающие на пути. Разные пути к вершине. Представьте, что вы готовитесь к восхождению на вершину. Как вы собираетесь восходить на неё? Можно, например, взять несколько уроков скалолазания, приобрести соответствующую экипировку и начать восхождение по одному из самых неприступных и опасных склонов. Можно выбрать какую-либо из проторённых троп, пролегающих вдоль полового склона. Полового склона горы и отправиться в путь, не подвергая свою жизнь ненужному риску. Открывается скобка – можно было бы, конечно, схитрить и отправиться в путешествие к вершине на автомобиле, если там имеется более или менее сносная автомобильная дорога. Но такой подход не ставил бы камня на камне от моей метафоры. Закрывается скобка. Несмотря на то, что все эти пути ведут к вершине, каждый из них имеет свои уникальные характеристики. Один из маршрутов пролегает по пологому склону, через рощи и долины, а другой – по крутому и скалистому склону. С одной маршрута может открываться восхитительный вид на покрытый буйной растительностью долины, а с другого – не увидишь ничего, кроме пастбищ или голых безжизненных скал. Восходя на вершину, вы можете сделать продолжительный, в скобках, от нескольких часов до нескольких дней, привал, чтобы отдохнуть и насладиться природой. Более того, отдых может вам настолько понравиться, что вы решите отказаться от дальнейшего восхождения и продолжить приятное времяпрепровождение на столь удачно выбранном месте. Возможно, вам вообще следовало бы выбрать для восхождения какую-нибудь другую, более доступную вершину. А возможно, вы решите карабкаться на самую высокую вершину, не теряя времени на привалы и любование красотами окружающих пейзажей. Помни, путешествие в мир медитации имеет немало общего с восхождением на вершину. Вы можете поставить перед собой задачу, во что бы то ни стало добраться до самой высокой вершины, но, преодолев половину пути, решите выбрать не столь высокую и более доступную. Более того, вы с самого начала можете ограничиться восхождением на невысокий, но живописный холл. Каким бы ни был ваш конечный пункт назначения, вы в любом случае получите удовольствие от путешествия как такового, поскольку оно даст вам возможность надышаться свежим воздухом и потренировать мышцы, о существовании многих из которых вы даже не подозревали, поскольку вам никогда не приходилось пускать их в дело. На протяжении многих тысяч лет люди люди из разных уголков мира начинали своё восхождение к вершинам медитации. Открывается скобка. С историей медитации можно ознакомиться в главе 3. Закрывается скобка. В результате в мире накопилось видимо-невидимо справочников и руководств, каждый из которых по-своему излагает путь к этой вершине, даёт свои рекомендации относительно методов восхождения и используемой экипировки. Открывается скобка. Если хотите получить представление об объёме имеющихся в настоящее время материалов по медитации, исследуйте полки ближайшего книжного магазина или поищите в интернете ресурсы по слову «медитация». Закрывается скобка. По сложившейся традиции в этих учебниках описывается некий духовный путь, базирующийся на определённых представлениях и методах, которые на протяжении многих веков передавались от одного поколения к другому. Открывается скобка. Смотрите врезку в кавычках духовные корни медитации. Закрываются кавычки, закрывается скобка. Однако в последние десятилетия западные исследователи отделили медитацию от её духовных основ и теперь предлагают её в качестве средства от ряда недугов, типичных для 21 века. Более подробные сведения о пользе медитации приведены в главе 2. А узнать об исследованиях медитации можно в главе 19. Закрывается скобка. Несмотря на то, что в этих книгах вершина может описываться по-разному, в одних пособиях акцент сделан на великолепной панораме, открывающейся вашему взору с вершины, другие уделяют больше внимания у умиротворённости или радости посещающих каждого взошедшего на вершину, а третий даже утверждает, а третий даже утверждает, что, добравшись до вершины, вы увидите не одно, а несколько вершин. Я готов согласиться с древним мудрецом, который сказал, открываются кавычки, все методы и приёмы медитации это просто разные пути к одной вершине. Закрываются кавычки. Духовные корни медитации. Несмотря на то, что в наши дни медитацией занимается много в кавычках обычных людей, открывается скобка, в том числе и ваших знакомых, закрывается скобка, далеко не всегда это можно было делать свободно. На протяжении многих столетий монахи, мистики и странствующие аскеты занимались медитацией в тайне от остальных людей, используя это искусство для вхождения в высшие сферы самосознания и, в конечном счёте, для достижения пика духовного пути. Обычные люди, желающие научиться медитации и располагающие свободным временем, всегда могли освоить пару-тройку методов медитации. Однако сама медитация оставалась священным занятием, доступным лишь немногим избранным, готовым отказаться от бренного мира и полностью посвятить себя этому занятию. В скобках истории медитации я посвятил главу 3. Закрывается скобка. Сейчас всё по-другому. Начиная с, в кавычках, бит-дзена 1950-х и нашествия индийских йогов в 1960-е годы, заканчивая нынешним повальным увлечением буддизмом, медитация несомненно превратилась в одно из самых модных течений нашего времени. А практическая польза от медитации превозносится едва ли не во всех СМИ, печатных и электронных. Открывается скобка. Вы уже посещали веб-сайты, посвященные медитации. Вы уже посещали веб-сайты, посвященные медитации. Закрывается скобка. Медитация широко изучается в институтах психологии и даже сведена к формулам наподобие пресловутой в кавычках релаксации. Открывается скобка. Простенький метод для снятия стресса. Закрывается скобка. Однако медитация никогда не утрачивала полностью своих духовных корней. Фактически причина столь высокой эффективности медитации заключается в том, что она соединяет вас с неким духовным измерением, которое разные комментаторы называют по-разному, но я называю его просто бытием. Вот лишь несколько из множества методов медитации, выработанных на протяжении многих столетий. Повторение какого-либо выразительного слова или фразы, известных как мантра. В скобках смотрите главы 3 и 13. Максимальная включенность в текущую ситуацию в скобках. Подробнее о включенности смотрите в главах 6 и 15. Закрывается скобка. Отслеживание своего дыхания в скобках смотрите главу 6. Концентрация внимания на потоке ощущений в скобках смотрите главу 6. 10. Культивирование в себе любви и доброжелательности сопровождение всепрощения сопереживания всепрощения и прочих положительных и исцеляющих эмоций. В скобках смотрите главу 10. концентрация на какой-либо геометрической фигуре или каком-либо другом простом визуальном объекте. Созерцание какого-либо тихого и спокойного места или какой-либо исцеляющей энергии или объекта в скобках смотрите главу 16. Чтение духовной литературы и размышления над прочитанным в скобках смотрите главу 13. Созерцание живописного изображения какого-либо священного объекта или святого. Созерцание природы вознесения молитвы Богу. По ходу чтения этой книги у вас будет немало возможностей поэкспериментировать со многими из этих методов. В ней будет изложено подробное руководство по практическому применению одного из этих методов включенности. Вид открывающейся с вершины. Духовная пища. Что вы увидите, когда достигнете вершины горы под названием медитации. Если верить свидетельствам медитаторов и мистиков, которые уже взбирались на эту вершину, то на вершине этой горы находится неиссякаемый источник любви, мудрости, счастья и радости. Кто-то называет это духом или душой, подлинной природой или подлинной сущностью, конечной истиной или основой бытия. В скобках или просто бытием как таковым. Другие называют это богом открываются кавычки, божественным или в кавычках святым таинством, или просто в кавычках нечто. Для обозначения этого существует практически столько же слов, сколько существует людей, которым удалось испытать подобное ощущение. А некоторые духовные традиции считают это столь священным и могущественным, что даже не решаются присвоить ему какое-либо название. Что же касается собственно ощущений, которые охватывают нас при достижении вершины, то для их описания опытные медиат, медитаторы используют такие слова, как просветление, открывается скобка, после пребывания во тьме невежества, закрываются скобки, пробуждение, открывается скобка, после пребывания в состоянии сна, закрывается скобка, освобождение, открывается скобка, после пребывания в рабских оковах, закрывается скобка, свобода, открывается скобка, после пребывания в состоянии скованности, закрывается скобка, и единение, открывается скобка, с «С Богом» или «С Бытием» закрывается скобка. Вековая мудрость. В одном древнем изречении все слова и названия уподобляются пальцем, указывающим на Луну. Слишком сосредоточившись на пальце, вы рискуете не увидеть великолепную Луну. Вот почему для нас не так уж важно, каким пальцем нам указывают на Луну. Главное, чтобы указывали в правильном направлении. В конечном счете вы ведь хотите увидеть именно Луну, в скобках, в данном случае вершину, а не палец. Разумеется, вы можете не испытывать ни малейшего интереса к таким абстрактным и туманным состояниям и ощущениям, как просветление или единение. Вполне возможно, вы купили эту книгу просто потому, что хотели бы избавиться от стресса, укрепить здоровье или справиться со своими эмоциями. В таком случае забудьте о «святом таинстве» и «божественном» немножко прочистить мозги и успокоиться, что еще нужно человеку, измененному бешеным темпом современной жизни. Итак, мы договорились с вами, что вы твердо намерены следовать одним путем, независимо от того, каких вершин вы собираетесь достичь. Базовые инструкции одинаковы, однако вы должны выбрать для себя, в кавычках, пункт назначения. А вот самые популярные места для краткого отдыха на пути к вершине – повышенная сфокусированность и концентрация, снижение напряжения, беспокойства и стресса, более четкое мышление и менее эмоциональные поступки, снижение кровяного давления и уровня холестерина в крови, более легкое отвыкание от курения и прочих вредных привычек, повышение творческих способностей и производительности труда, при выполнении повседневной работы, лучшее понимание собственного внутреннего мира и умение жить в мире самим собой, Большая близость с друзьями и членами семьи, более глубокое ощущение смысла и цели в жизни, проявления, открывается скобка, хотя бы в течение коротких промежутков времени закрывается скобка духовного измерения собственного бытия. Помни, как вы, наверное, заметили, эти остановки сами по себе являются важными, открываются кавычки пунктами назначения, и каждый из этих, в кавычках, пунктов назначения «Вполне достоин того, чтобы у вас возникло желание добраться до него», открывается скобка. Более подробно о пользе медитации смотрите в главе 2, закрывается скобка. Вы вполне можете удовлетворять удовольствоваться остановкой на полпути к вершине после того, как научитесь избавляться от стресса, укрепите здоровье и вообще повысите качество жизни. Если, однако, вы не удовлетворитесь лишь этими достижениями и почувствуете в себе достаточно сил и желания, то сможете продолжить покорение более высоких вершин, которые так любят описывать величие меди-татары. Вкус кристально-чистой горной воды. Попытаемся несколько развить нашу метафору восхождение на гору и вообразим, что на вершине горы находится неиссякаемый источник кристально чистой, ключевой воды. Воды, воды бытия. Открывается скобка. Если хотите, можете называть эту воду водой божественной благодати или живительной влагой духа, или эликсиром абсолютной любви. Закрывается скобка. Те, кому удалось взойти на вершину, могут целиком погрузиться в бассейн, окружающий этот источник. По сути, кому-то даже удается полностью слиться с водой в этом бассейне и отождествиться самым-самым бытием. Открывается скобка. Только ради Бога. Не переживайте. Не хотите сливаться и не надо. Закрывается скобка. Вы можете найти сокровище в собственном доме. Евреи рассказывают историю, аналог которой имеется практически во всех великих учениях о медитации в мире. Симон, простой портняшка, днем и ночью грезил об огромном сокровище, которое он в один прекрасный день обязательно найдет. Покинув свой дом и свою маленькую деревушку и отправившись, куда глаза глядят, однажды поздно вечером, закинув за спину котомку с нехитрыми пожитками, Симон отправился в путешествие. Долгие годы Симон бродил из города в город, зарабатывая на жизни починкой одежды всем желающим и пытаясь найти сокровища, которые он это твердо знал. Симон, принадлежит ему одному. Но у всех, кого он расспрашивал об этом сокровище, были свои собственные заботы, и никто не мог помочь Симону. Однажды Симон встретил медиума, знаменитого своими необычайными способностями. Когда Симон поделился с ним своей проблемой, медиум ответил, «Да, у меня действительно есть огромное сокровище, которое принадлежит тебе и никому другому». Услышав эти слова, Симон буквально подпрыгнул от радости. Открываются кавычки. «Я обязательно расскажу тебе, как найти это сокровище», продолжал тем временем медиум. Давай, давая Симону сложные указания, которые тот тщательно записывал. Когда медиум подошел к концу описания, с помощью которого Симону предстояло отыскать свое сокровище и назвал ту самую улицу и дом, где якобы спрятано это сокровище, у Симона от изувления открылся рот. Он не мог поверить своему шам. Это был тот самый дом, из которого он много лет назад отправился на поиски. Симон наскоро поблагодарил медиума, сунул в карман бумагу с инструкциями по поиску сокровища и заспешил к себе домой. И что бы вы думали? Симон, к своему немалому удивлению, действительно нашел огромное сокровище, которое было спрятано под основанием очага и его дома. Очага в его доме. Мораль этой истории очевидна. Где бы мы ни пытались найти средства для успокоения своей души и каким бы методом медитации мы ни прибегали, искомые нами мир, любовь и мудрость всегда находятся в нас самих, в нашей душе и сердце. Но чтобы насладиться чистым вкусом бытия, вовсе не обязательно проходить весь путь до вершины. Вода из источника сбегает вниз по склону горы в виде ручьев и речушек, орошая долины и селения, расположенные у подножья Юры. Иными словами, вы можете ощутить вкус бытия везде и во всем, поскольку бытие это квинтэссенция жизни, поддерживающая жизнь на всех уровнях. Однако пока вы не приступите к практическим занятиям медитацией, вы не сможете ощутить вкус бытия. Медитируя, вы приближаетесь к источнику этой кристально чистой горной воды и учитесь распознать ее вкус. Открывается скобка. В зависимости от особенностей характера и конкретного местонахождения на пути к вершине, люди используют разные термины для описания вкуса этой воды. Например, спокойствие, умиротворенность, благополучие, целостность, ясность и сопереживание. Закрывается скобка. Не имеет значения, куда именно вы направляете свои стопы или где именно вы остановились на своем пути к вершине. В любом случае вы погружаете руки и погружайте руки в воду бытия и пробуйте ее на вкус. Затем вы можете приступать к поискам вкуса бытия везде и во всем. везде хорошо, а дома лучше. В скобках между прочим вы и вы и так у себя дома. Закрывается скобка. Давайте здесь прервемся и продолжим в следующий раз. раз. раз.